Согласно докладу об оценке региональных научно-технических инноваций Китая за 2021 год, текущий рейдинг научно-технической инновационной среды провинции Хи-Лонзян поднялся до 10-го места в стране. А теперь давайте посмотрим, как Хи-Лонзян может продолжить совершенствовать свой научно-технический инновационный потенциал, оптимизировать инновационную среду и добиться динамичного развития. В упрощающем будущем планируется ввести в эксплуатацию построенного корпорацией набор данных ХУЛУ и интеллектуальную лабораторию генетического тестирования. Эта цифровая лаборатория проводится 200 тысяч образцов ПЦР-анализов в день. В настоящее время мы сотрудничаем с Порья тематрисадью ведущими медицинскими учреждениями, такими как Национальные распираторные медицинские центры и Национальные агрологические центры. Мы запустили план листинга. Рост высокотехнологичной корпорации набора данных является ярким примером того, что научно-технические предприятия Хи-Лонзян ориентированы на инновации и непрерывно развиваются. Сосредоточив внимание на таких ключевых областях, как цифровая экономика и биоэкономика, Хи-Лонзян постоянно укрепляет эффективную связь инновационной цепочки с производственной цепочкой, цепочкой услуг и цепочкой капитала. Здесь также создан ряд высокотехнологичных промышленных зон, таких как индустриальный барк Шенчжен-Харпин и Харпинский международный информационный город. За посредние 10 лет провинция Хи-Лонзян осуществила три раунда трехлетних планов для научно-технических предприятий, и в провинции насчитывается 2738 высокотехнологичных предприятий. Сейчас существует 35 национальных специальных новых предприятий маленьких кингандов и 864 провинциальных специальных новых малых и средних предприятий. Производство оборудования – это тяжелая индустрия страны. В государственной ключевой лаборатории гидроэнергетического оборудования исследователи проверяют работоспособности модернных колес для гидроэнергетических проектов. В будущем продукты будут использоваться в крупнейшей гидротехнике в Чунцине. Продолжение следует...